Добрый день, дорогие друзья! Рады приветствовать вас в литературной гостиной журнала Сибирск. Сегодня у нас в гостях писатель, поэт, музыкант Валентина Николаевна Игнатьева Тарават, желанный гость в нашей студии. Валентина Николаевна Тарават известна читателем. Она написала более 30 книг, и она является заслуженным работником культуры Российской Федерации, почетным гражданином Ульяновской области, лауреатом премии имени Ивана Яковлева, а также членом Ассоциации композиторов Чувашской Республики. Много титулов, много наград за большую творческую жизнь. Мы рады предоставить слово Валентине Тарават. Тобою, словно матерью согрета, На белый свет глаза открыла я. Зачем искать большое счастье где-то, Когда просторна волжская земля? Разноголосый ветер песни пел мне, Я говорю на многих языках. Передалось народное веселье, Его тревоге и души размах. Где б ни была, я бережно хранила Таинственно связующую нить. Так разве ж есть такая в жизни сила, Чтобы любовь к родной земле затмить. Симбирский край с тобой навеки связана, Ты мой надежный, терпеливый дом. Всем, что имею, я тебе обязана. Мы столько лет в согласии живем, И круг друзей, и взлет моей поэзии. Тебе, тебе обязана всем я, Во мне живешь ты, Недопетой песнею, Живи, вторая родина моя. Почему вторая? Я родилась и выросла 19 августа 1946 года В деревне Малая Убея Држановского района Республики Татарстан в семье учителя. Стихи я писать начала рано. В шестом классе я написала свое первое стихотворение. Но всегда любила сочинения. Русский язык и литературу я любила. И неплохо это мне все давалось. И сочинения я писала неплохо. И помогала тем, кому это хуже давалось. После этого стихотворение было напечатано. А потом, знаете, по каким-то причинам получилось так, я не стала показывать свое творчество никому. Писала стихи, я сочиняла музыку с молодости. Писала стихи, песни, стихи для детей. И особенно, когда появились свои дети, вот у меня уже так, знаете, как будто они откуда-то сверху ко мне шли. Стихи для детей. Я уехала с мужем, с молодым специалистом в Амурскую область по направлению. И там я, знаете, по моей специальности, я медработник и педагог, не было работы. И я устроила детский сад. Детский сад устроилась, а там ребятишки, там столько материала для творчества. Они дверьми хлопают, ногами топают, и пишут, и рисуют, и все. Глядя на все это, у меня, знаете, такое стихотворение появилось. Дверь мне палец прищемила, шепотом проговорила, мною больше ты не хлопай, и ногой по мне не ботай, не царапай и не пачкай. Не рисуй на мне тем паче, тебе плохо и мне тоже, хулиганом быть негоже. Детские стихи, я уже говорила, откуда-то они... Стихи вообще идут откуда-то сверху. Просто надуманные стихи, они долго не живут, и редко кому они нравятся. Я еще хочу еще стихотворение одно прочитать. Я автор более 30 книг, а для детей написано 16 книг. А в учебные пособия для школ, для детских садов, для высших учебных заведений о моем творчестве написано, и мои произведения вошли более чем 15 учебников. Я сейчас хочу прочитать такое стихотворение из книги «Поскорее подрастай». А не яль в саду царица, а не яль красна девица, я марина красная, прямо первоклассная, всех румяней и нежней, потому и всех нужней. Возмущается смородина, ты считаешь, я уродина? Ах, девчонка вздорная, ну и что я черная, я всегда, всегда в почете, о здоровье всех в заботе. Во мне кладезь витаминов, не читай ты мне, малина. Замолчали, смотрят рядом, их сверлит кружевник взглядом. С вами вместе я всегда, значит, нужная еда. Вишня, эй же, прекратите, вы в компот со мной спешите, нахвастливых и болтливых, горделиво смотрит слива. Спор и яблони не нравится, ведь она не меньше славится. Вот, поэтому стихотворение в детских садах, в школах очень много ставят всякие вот эти сынки, наряжаются ребятишки, вот всех можно там увидеть, и смородину, и малину, и вишню, и яблоки. И вот они ставят вот такие сынки. Конечно, приятно. А у детей это, получается, от души. Они искренние, они обмануть не могут, говорят все, что хотят, все, что знают, и потому, наверное, мне более близки, более близко творчество для детей. И рассказы, и стихи. Я и для взрослых пишу. Вот, из 30 книг, 16, где-то вот 16, там, проза. В Амурской области, когда я свою рукопись первую показала, Боговешинское книжное издательство, включили, книга называлась «Кутенок», не книга, еще рукопись. Ну, и включили в план. А я уехала с сыном. Уехала, приехала в Ульяновск. Они узнали об этом и сказали, все, мы издаем только своих авторов. Потом я, значит, обратилась, когда уже раньше я ходила, молодая была, жила в Ульяновске, работала, училась. Я ходила в ЛИТ-объединение. Тогда Пырков, Владимир Иванович, я очень тепло о нем вспоминаю. Пырков, Владимир Иванович, вот, он писательскую организацию возглавлял. Я один раз задала ему вопрос. Я говорю, Владимир Иванович, а что такое поэзия? А он говорит, поэзия – это Валентина. Не одни пить – это и метафоры. Говорит, их можно сколько угодно, говорит, напичкать. Он вот так вот сказал. Ну, говорит, если стихотворение в душе ничего не оставит, то это, говорит, уже не поэзия. Поэзия – это, говорит, много-много чувств. И он мне прочитал мое стихотворение. Говорит, вот это ваше стихотворение я даже люблю. День добрый, поля и деревья, день добрый, луга и цветы, деревня, родная деревня, хранительница чистоты, и музыкой трогает сердце, береза у старых ворот, и дома, и в доме скрипучие дверца, о детстве ушедшем поет, радуясь каждому часу, радуясь каждому дню, вот уж поистине счастье видеть знакомых, родню, и окунуться в былое, улица в вешнем цвету, и неразлучных нас двое любим, лелеем мечту. Сквозь улетевшие годы эхо метнуло звеня, не ошибись, не дотрога, ты еще вспомнишь меня. Потом, значит, очень тепло приняли меня это и в молодости, я тогда еще написала здесь стихотворение. Когда из Благовешенска, сюда, из города Зея, мы сюда переехали, я через некоторое время обратилась в писательскую организацию со своей детской рукописью. Вот этот Кутенок, как раз я, вот, по другим названиям, Грачина деревня, я ей привезла, показала. Тогда Анатолий Михайлович Наумов возглавлял писательскую организацию, говорит, но, Валентина, говорит, вы у нас единственный автор, который пишет для детей и пишет хорошо. Тот, Колбин, значит, в это время возглавлял область, говорит, надо открывать, а в Ульяновске не было писательской организации, всех печатали в привозском книжном издательстве в Саратове, а туда пройти и этого было, конечно, надо через всякие рецоветы пройти, а у Колбина не получилось, он уехал отсюда, и вот эта рукопись у меня ходит, значит, то в Ульяновске, то в Саратове, то открывает, то нет, ну, в конце концов, рецовет, а мы уехали в Москву на всероссийский семинар пишущих для детей и юношества. Я всех называть не буду, с кем я туда ездила, но там Яговкина, Матлина, и вот и все там дали высокую оценку моим стихам для детей. Стихи, значит, секции поэзии были, руководили Игорь Мазнин, Леонид Яхнин, о секции прозы, Валерий Медведев, который написал Баранкин, будь человеком и получил государственную премию. Вот он прозу рассматривал. И Лола Звонарева тогда работала редактором журнала детской литературы. Ну, вроде так положительно все. И мне Игорь Мазнин сделал какое-то замечание. Но без этого разве бывает? А я, значит, это все очень больно воспринимаю. И, значит, я говорю, а что, советуете не писать? А он говорит, вы что, Валентина? Говорит, не я же написал ваши стихи. Вы, говорит, пишете хорошо, но никогда не забывайте, что еще есть огни и борто. И все мои книги, особенно для детей, это проходили редсоветы, в тем план входили, и они издавались, вот, видно здесь все книги, они издавались в государственных издательствах. Если взять лирику, я, конечно, больше пишу для песен. Хочу прочитать. Тревогу, как дыханье затая, меня ты провожаешь каждый раз. Нас шестеро, за каждого из нас трепешет сердце, милая моя, и с верой, и надеждой вслед глядишь. Была дорога попросторней глажа, поверь, поверь, тебе никто не скажет, что я твой стыд, себя не изводи. Твое мерило жизни, светоч мой, не наступать на горло, чтобы выжить. Но есть еще, что дадено судьбой, а прогоже золотом не вышить. Это стихотворение матери. Это мой принцип по жизни никогда никого локтями не расталкивать и никого в общем не в моем характере сметать на пути чьи-то интересы, чьи-то и инициативы. Вот по таким принципам я живу. Бываю в детских садах много. В район меня приглашают. Один раз приехала в город Новоульяновск, а там ребятишки впервые видят живого детского писателя и говорят «А с вами Успенский приехал?» Я говорю «Нет, вот раз я приехал, я говорю «Приедет другой раз». Успенского я не видела в жизни, хотя читала много, но мне посчастливилось знать таких, встречаться с ними и бывать на семинарах, слушать. Я была на литературных днях в Москве таких, как Яков Аким, Елена Благинина, Сергей Михалков, я уже называла эти мазнин там, и многих вот пришлось за ними сидеть за одним столом, чай пить. Я один раз Якову Акиму задала вопрос. Я говорю «Ну у вас есть такое стихотворение?» Я говорю «Тарелку мигом проглотил». А я говорю «Если я так напишу, я говорю мое стихотворение не пройдет в печать». А он мне говорит «Валентина, вот когда станешь Яков Яков Акиму говорит, вот тогда у тебя все пройдет». Не хочу сказать, что все проходит, но по отзывам тогда еще, когда мне в союз писателей дали рекомендацию, когда пригласили в Ульяновский союз писателей, мне дали рекомендацию Лев Леонидович Фомин, Владимир Николаевич Дворенсков и Анатолий Юман, это который проживал вот у нас в Нагапкино. Я собираюсь сюда в писательскую организацию, мне звонят из Чебоксар, тогда Краснов, Георгий Краснов возглавлял писательскую организацию, говорит, я тогда еще не была оторватом, говорит, привезите Валентина Николаевна, в общем, документы вас рекомендуют в Союз. А я говорю, а я в Ульяновскую писательскую организацию собралась, говорит, но если вот там туда вступите, мы здесь ваши книги печатать не будем. Ну, я беру, значит, эти рекомендации и еду вот так вот. Я в Союз вступила через Чебоксарскую писательскую организацию, через писательскую организацию Чуваши, но это все равно это же отделение России, Российской писательской организации. Ну, а потом со временем меня в Ульяновскую писательскую организацию пригласили. Ну, я стала, встала на учет и здесь, и теперь я и в этой писательской организации, и в писательской организации Чуваши. так как я я вдруг начала писать на своем родном языке, литература пришла как русскоязычный автор, и вот они сразу издали, они говорят, ну, есть у ней там, потому что, что исправить, ну, она, говорит, очень способная, сама все и сделает. И сразу пригласили меня на совет, на редсовет, 25 человек, которые уже познакомились с моими рукописями, значит, рукопись стихов «Трудолюбивый внук» и «Черное ухо рукопись рассказов». И говорят, надо друг за другом издать. И издали, значит, книгу первую «Трудолюбивый внук» тиражом 18 тысяч. Значит, я вошла в план бумаги нет тогда, это пересрочное время. Взяли и мою бумагу разделили на четыре части и выпустили четыре книги малютки. Вот такие они. Здесь нет этой книги. Тиражом 18 тысяч. Через год их не было, моих книг. Потом, значит, не через год, уже через два издали. Вот «Черное ухо» тиражом 5 тысяч. Тоже через год не было этой книги. Гонорары тогда. Я в такое время пришла в литературу. Гонорар такой был хороший, с черным ухом там меньше, но приличный гонорар. И до сих пор моя детская литература, я работаю за гонорары. Не за такие, но теперь не так. за гонорары. Вот в этом мне посчастливилось, что я стала писать на двух языках. Им надо переводчика искать, не надо. Я все сразу им привожу на двух языках. Очень любят со мной работать редакторы. Говорят, Валентина Николаевна, с вами работать хорошо. Потом вдруг стало писать прозу для детей тоже, что и для взрослых. Потом проза пошла, а моя книга «Распахнутое сердце» это стихи для взрослых. На республиканском конкурсе получила, как самая читаемая книга, первое место. Пишу много песен, пишу много песен и для детей. и для взрослых. Более ста песен я написала на двух языках. И мои песни исполняют народные артисты. Исполняют они вошли в государственный фонд радио. И солисты государственного ансамбля песни и танца. В этом плане я тоже считаю, что мне очень повезло, посчастливилось. Я сейчас хочу вам спеть одну такую песенку для детей. С базара бабушка идет с базара, коровушку домой ведет Варвара, а сзади я иду с лозой, корову нашу звать козой. А сзади я иду с лозой, лозою, корову нашу звать козой, козою. Теперь мы будем с молоком и счастье будет полон дом. Бабуля моя старенькая рада, коровушке и сена мало надо, а сзади я иду с лозой, корову нашу звать козой. Теперь мы будем с молоком и счастье будет полон дом. Бом-бом! Еще хочу одну песню исполнить. Это все и стихи, и музыка, это все мое. Солнцу смеха снеговик плачет головой паник, плачет снеговик, плачет снеговик, плачет снеговик, плачет снеговик. Стал он ростом маловат, стал лицом он староват, плачет снеговик, плачет снеговик, плачет снеговик, плачет снеговик. Что же делать, как нам быть, где морозу раздобыть? Плачет снеговик, плачет снеговик, плачет снеговик, плачет снеговик. Может, в дом его внесем, в холодильнике спасем? Плачет снеговик, плачет снеговик, плачет снеговик, плачет снеговик. Холодильник открываем и туда его толкаем. Плачет снеговик, плачет снеговик. Плачет снеговик, плачет снеговик. Упирается боками и цепляется руками. Плачет снеговик, плачет снеговик. Плачет снеговик, плачет снеговик. На полу большие лужи, снеговик, как был снаружи. Плачет снеговик, плачет снеговик. Плачет снеговик, плачет снеговик. О чём поёт моя душа? Мелодию я свыше слышу. Я ей внимаю, не дыша. То громче льётся, после – тише. По телу томно разлилась, Вдруг вырвалась и в сень небесную. Здесь и любовь, и жизнь, и страсть. За миг жизнь стала интереснее, молю. Лишь бы не прервалась. Новорождённая, живи. Романс родится или вальс. Пусть будет вестником любви. Я всем желаю добра, любви, позитива. Любите свою область, любите свою родину. Мы благодарим Валентину Николаевну Игнатьеву Тарават за эту встречу. В одном из стихотворений Валентина Тарават пишет «Повторяться, ах бы повторяться, Растворяться и вновь появляться, В детях, внуках, праправнуках даже, Продолжаться бы мне, продолжаться». Мы желаем Валентине Николаевне Тарават продолжаться. Желаем продолжения творчества. И всегда ждём её новых стихов, новых книг. А вас, дорогие друзья, благодарим за внимание. Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова